На Приморском бульваре стартовал юбилейный 10-й вышиванковый фестиваль. В этом году он начался с ярмарки народных мастеров со всей Украины. Одесситам предлагают приобрести вышиванки, сувениры, игрушки, украшения и многое другое. Подробности в сюжете Екатерины Банковой. В Одессе стартовал вышиванковый фестиваль. На Приморском бульваре традиционно организовали ярмарку народных мастеров. Вышиванки, игрушки, украшения, товары есть на любой вкус. Провезли разнообразные выработки, самые властные творчества, ручные выработки. Это и шкаренные выработки, и гончарство, и разнообразные вышиванки, как ручная работа, так и машинная вышивка. Очень много всего бисероплотения есть, и мастер-классы, которые проводят. География участников самая разная. Например, Елена привезла глиняную посуду ручной работы из Славенска. Там добывают глину, изготавливают изделия и даже поставляют готовые товары сырье в другие города Украины. Экологически чистая посуда. Здесь только глина, без никаких примесей, без никаких подмешиваний. Там металл, не металл, нет ничего. Единственное, что первый обжиг доводится температура до 1200 градусов. Потом она остывает в печи. И каждое изделие берут и окунают в молоко. У меня даже есть изделия, которые я могу вам показать. Авторские пальчики, вот как они окунают наши кончары. Это называется молочение. А Ева угощает чаями Западной Украины. Говорит, это именно тот, который пили и наши предки. Это автентичный украинский чай, который пили на России. Иван-чай называется. Мы его вдосканулили. Это поединение украинских традиций и современных технологий. Вот, у нас есть четыре выдачаи. Кроме того, у нас есть до него мед, полиска лялька-мотанка. Можно скластить подрунковый набир такой. Ярмарка будет работать ежедневно с 10 утра и до 9 вечера, до 26 августа включительно. Ознакомиться со всей программой можно на странице Вышиванкового фестиваля в Фейсбуке. Екатерина Банкова, Алексей Филиппов, 7 канал.